Ну что ж, сегодня речь пойдет о салатах. Но вернее не о многих салатах, а об одном салате. Салат с куриной печенью. Есть масса вариантов производства этого салата, но я вам скажу, что у меня есть свое некое видение, и я вам о нем поведаю, и может быть для кого-то из вас это будет реальным открытием. Для начала мне нужно поставить вариться соус. Соус я делаю вишневый. Удивительным образом, но вишневый соус идеально подходит к куриной печени. Просто я не встречал, я много где чего делал и пробовал в том числе. Вот это самое вкусное, что может быть с куриной печенью. Смотрите, вишня, это было свежемороженое из пачки за 120 рублей, по-моему, 300 граммов. Я высыпаю, она там немножко отошла, появился сок у нее, она оттаяла. Сюда я добавляю 2 столовые ложки сахара. А тут чуть-чуть осталось, 2 с половиной. Сюда же добавляю 1 столовую ложку соевого соуса, неполную. Обязательно сюда нужно добавить зубчик чеснока. Просто раздавили, отправили. Непременно кусочек, 1 чили перца. И травки-муравки. Значит, лавровый лист точно надо сюда. Размаринчик, прям не стесняйтесь, нужно розмарина довольно много. Смотрите, раз, два, три, четыре. Смесь 4 перцев. Ну и сливочное масло добавим позже. Ставим на огонь, разогреваем, варим, пока у нас не выварится жидкость и соус не станет вкусным. Сковородку хорошенько разогрели. Масло сюда сливочного зафигачили. Видите, я специально одел фартук, дабы во избежание комментов, типа, ну что же вы, так жалко штаны. Ну, что, бывает такое? Бывает, сейчас пока выпарится из масла жидкость вся, вот эта патока. Теперь сразу же я отправляю сюда печень. Я ее нарезал маленькими кусочками, чтобы мы могли ее быстро обжарить, быстро. И не накладывайте в 6 слоев печень, в сковородку. Один слой максимум. И печень подогрейте, прежде чем жарить. Я имею в виду, пусть она полежит у вас при комнатной температуре. Вот смотрите, видите, сколько у меня печени? Тут на пару порций салата. Больше, конечно, не рекомендуется. Сразу же я отправляю сюда нарубленный, довольно крупными, толстыми кусками лук. Почему? Потому что печень мы... Почему крупный? Печень жарить долго нельзя, иначе она сухой станет и невкусной. Лук немножко не дает, так скажем, ей стрелять. Пока печень с одной стороны обжаривается, сразу же нам нужна соль. Обязательно соль и черный перчик или смесь перцев. Я когда как-то, знаете, смесь иногда будет хорошо, если нет ее, то черный перчик использую. Значит, пока у нас греется печень, вернее, жарится. Видите, не трогаю с одной стороны ее. Что у нас произошло с соусом? Соус почти весь уварился. Видите, осталось тут немножко... Ай! Чуть не в глаз. Все, мы теперь выкидываем все это лишнее, и, ну, то есть, по сути, соус готов. Вишня у нас такая разварилась, стала мягенькая. Концентрировался сахар, соль, вкус трав. Соус я выключаю. А печеночку нам надо перевернуть. Смотрите, видите, с одной стороны она получилась такая, зажаристая. Вот не торопитесь ее переворачивать сразу. Дайте ей немножко поджариться. Все, теперь перебрасываем ее на вторую сторону. Лук. Там нет цели пожарить лук так, чтобы он был полностью приготовленный. Нам нужно его оставить такой, полусырой. Запаха у лука не будет, но зато он будет очень вкусный в салате. Все, на этой стороне... С той стороны примерно она жарилась где-то минуту, чуть больше. Но на этой тоже минуту. Сильное масло, сильная сковорода дают, короче, классный... Дают очень хороший эффект. Когда у нас печень готова и соус готов, у нас остаются еще пару ингредиентов типа редиски. Ну вот, я сегодня купил, появилась уже свеженькая редиска. Смотрите, что я делаю. Я режу ее вдоль. Не поперек, как обычно режут, а именно вдоль, вот от хвостика к серединке. Если ее нарезать вдоль, очень острым ножом на очень тонкие пластинки, и потом, я, например, оставляю вот эту зелененькую штучку, чтобы, да, вот такие вот были. Чтобы вот такие штуки были. В ресторанной среде это модно. Ну, так прям, надо просто вычищать, нужно вот здесь вот грязь различную. И тоненько-тоненько нарезаем. И потом всю эту тоненькую редисочку можно взять в холодную воду и сюда отправить. Смотрите, что получается. Я часть редиски уже нарезал заранее, и поэтому, полежав в холодной воде, она выгибается, вот в такую линзу превращается. Видите, они как чешуйки какие-то такие вот. Очень красивые. Это можно использовать для украшения. Можно использовать как элемент салата. Я, значит, то, что нарезал попозже, немножко отправлю в воду, а то, что у меня уже в воде, будет готова для производства самого салата. Так, что дальше? Из чего я делаю салат? Потому что для многих салаты делятся на две части. Значит, для девочек, которые следят за фигурой, салаты это все-таки салатная зелень, а для мальчиков, которые хотят что-нибудь пожрать, это, значит, нарубленная колбаса с зеленым горошком и с большим количеством майонеза. Смотрите, сейчас весна, когда появляется большое количество, можно использовать щавель. Очень круто в салатах. Не только щавелевый суп. Щавель зеленый, причем вместе со стеблями, обязательно. Потом я нарыл и надыбал черемши. Черемша обязательно. Даже тут есть стрелки, ничего страшного, это все съедобно. Немного зеленого базилика и немножко рубкулы. Я помыл, и вот она здесь лежит. Поэтому черемшу и щавель я складываю так, чтобы, значит, у нас здесь были стебелечки. И начинаю и отсюда ее резать. Стебельки, чтобы было удобно есть, нужно нарезать мелко. И они как раз дают сок и аромат. Ну, не столько сок, как, например, если бы вы выдавили апельсин туда, но аромат, я вас уверяю, вообще суперский. Ну и, конечно же, витамины. Делаем основу такую салатную в тарелке в красивой. В тарелку красивую нужно брать для салата. Значит, теперь я сюда добавляю листья зеленого базилика для ароматизации. А вот рубкулу, смотрите сами. Если рубкула нежная, то стебельки можно использовать. Но у меня чуть-чуть переросшая, потому что я ее с огорода припер. Не со своего, конечно, с чужого. Ну, в смысле, я ее не натырил. Я, мне ее, так скажем, продали бабушке. Теперь я это все режу покрупнее. Во многих ресторанах вы видите, что, например, щавель, шпинат подают целыми листьями. Да, это неудобно есть. Это приходится пилить там, что-то как-то раздирать вилкой, ковырять. Порежьте, но пусть у нее вид останется вот такой вот крупно-листовой. Но зато вы вилочкой будете цеплять, и будет это все, будет прекрасно ложиться к вам в ложку, соответственно, потом в рот. Я выкладываю это все, ну, вот так, полукруга. Салат весенний, зеленый, сочный, витаминизированный. Классный, крутой, замечательный. Теперь пора печеночки. Смотрите, ложка. Печень, как я уже говорил, жарим недолго. Пока я, бла-бла, с салатом, она уже немножко подостыла. Это неплохо. Совсем горячую печень в салат не следует, потому что, ну, а что, у вас листья холодные, а печень там лежит, и пар от нее идет. Так не делают. Печень всегда немножко дают ей остыть. Печень выкладываем в эту часть вместе с луком. Лук, как я уже говорил, полусырой. Если он будет полностью приготовленный, вы будете сами себе задавать вопрос, типа, а что это там за каша какая-то? Что это за овощ такой пережаренный? А когда он будет частично приготовленный, тогда он будет и похрустывать, но еще и к тому же не будет пахнуть сильно изо рта. Вот то, что осталось от жарки печени, этим можно опалить сами салатные листья. Здесь масло плюс сок. По соли смотрите сами. Вот такие салаты насыщенные, как черемша и щавель. Щавель кислый, черемша яркий, такой имеет чесночный вкус. Печень соленая сама по себе. Я сюда сам салат досаливать не буду. Теперь вишневый соус. Сори, я не успел достать. Значит, мы достаем вот это вот все, как бы правильно сказать, то, что несъедобно. Розмарин и лавровый лист. Розмарин и лавровый лист достаем, чтобы у нас ничего не мешало. Ммм! Он такой кислый, сладкий, соленоватый от соев соуса. Я еще сюда хотел, кстати, пока он теплый, кусочек топленого масла. Можно сливочного, конечно, но топленое тоже неплохо. Просто за сливочным надо идти, а топленое под рукой. Оно сразу раз топилось, потому что соус еще теплый. У масла есть такое свойство, когда мы его используем в соусах. Соуса, так говорят, такие советские, пузатые, старые повороты. Соуса, блюда. Вообще, конечно, в русском языке очень правильно говорить блюда и соусы. Так вот, масло имеет такое свойство, оно кислоту, сахар и соль объединяет и делает вот вкус однородным. Это очень важно для блюда. Вот, и теперь мы вот этим вот богатством бордового цвета сверху накрываем все блюдо. Если в процессе поймете, что недостаточно соуса, немножко маслицем сбрызните просто оливковым. Ммм, перфекто. Ну, а теперь украшение. Нужно взять салфеточку, выкладываем сюда, потом берем, залазим руками прям в чашку, даем слегка стечь водички. Видите, как красиво редиска в салате? Она на бумажке великолепно выглядит, а в салате вообще будет бомба. Водичку всю скатываем и помешали, помешали и берем и редисочку вот сюда раз добавляем к салату из печени. Элементарно и просто, но зато очень привлекательно и красиво. Друзья, вот такой весенний, вкусный, но в то же время очень насыщенный, питательный, потому что здесь куриная печень. Салат от меня готов. Пожалуйста, пробуйте, размышляйте сами, я всегда говорю, размышляйте. Не нужно повторять и копировать. Подумайте над идеей, добавьте что-то еще свое, хочется томаты, хочется огурцы, но я вот этот салат люблю, когда здесь только печень, зелень и что-то сладкое и вкусное. Вот такое, как вишня. Приятного аппетита, подписывайтесь на канал, пишите комменты, я с удовольствием отвечаю, пока вас не так много, когда у вас будет 26 миллионов, конечно, сотни тысяч комментов, которые там будут, будет прям, ну, я буду неделю выбирать на каждый рецепт и отвечать на комменты. Целую неделю не переставая, даже не уходя в сон. Пока есть возможность, мы общаемся, я с удовольствием пишите. До встречи, пока.